Всем привет, с вами Андрей и сегодня в выпуске я вам расскажу про Virgin Galactic, которая представила корабль для космических туристов третьего поколения. Lilium запустит междугородний сервис AeroTaxi в 2025 году. Стартап Hover готовит серийное производство AeroTaxi. Kia представила EV6, мощный электрокроссовер с запасом хода до 510 километров. А новый электровнедорожник Volkswagen ID.6 получит запас хода 580 километров. Смарт-кольцо Wave4Work позволит управлять компьютером на расстоянии. В Сингапуре разработали простой и эффективный концентратор солнечной энергии. На эти темы мы поговорим сегодня в нашем выпуске. Подписывайтесь на канал, устраивайтесь поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать. Virgin Galactic представила космический корабль нового поколения VSS Imagine, рассчитанный на космических туристов. В компании сообщили, что первый полет может состояться уже в середине этого года. Предшественник VSS Imagine – VSS Unity. После неудачного полета в середине декабря 2020 года в настоящее время находится на базе в Нью-Мексико. Испытательные полеты с его участием перенесены на май, примерно в одно время с началом испытаний VSS Imagine. Новый корабль покрыт зеркальным материалом, надежно защищающим его от воздействия экстремальной окружающей среды ближнего космоса. На орбиту он будет выводиться кораблем-носителем, от которого отстыковывается на большой высоте. Как заверяют в компании, благодаря модульной конструкции, VSS Imagine будет проще обслуживать и можно будет чаще запускать. Также стало известно, что уже строится еще один космический корабль третьего поколения – VSS Inspire. Наземные испытания VSS Imagine должны начаться со дня на день, а глиссадные пройдут летом. Немецкий разработчик и витал аппаратов Lilium становится публичной компанией через слияние со SPEC Whale Esquation, основанной бывшим руководителем General Motors Барри Энглом. Теперь Lilium оценивается в 3,3 миллиарда долларов и готовится к развертыванию масштабного проекта. Одновременно с анонсом SPEC, компания представила семиместное аэротакси для дальних перелетов. Этот и витал аппарат ляжет в основу сервиса для междугородних рейсов, который будет запущен в 2025 году. Lilium планирует зарабатывать на коммерческих аэротакси 3,3 миллиарда долларов к 2026 году и 5,9 миллиардов к 2027. Новое аэротакси Lilium Jet предложит максимальную скорость в 280 км в час на высоте до 3000 метров, запас хода на 250 км и 7 мест для пассажиров. Ключевая особенность аппарата – запатентованная технология Dacted Electric Vectored Trust, которая управляет подвижными двигателями в процессе взлета, посадки и горизонтального полета. В компании утверждают, что программное обеспечение Lilium разумно распределяет ресурсы электродвигателя и позволяет добиться максимальной эффективности при минимальном весе. Компания Hover объявила о создании консорциума для подготовки к серийному выпуску беспилотных летательных аппаратов большой грузоподъемности. Консорциум будет решать три основополагающих задачи. Первая – организация технологического взаимодействия предприятий-партнеров в рамках массового производства доноров аэротакси. До 2030 года их планируется выпустить около 5000. При этом каждый Hover будет на 70% состоять из комплектующих, сделанных в России. 38 частей конструкции дрона из 59 будут произведены предприятиями консорциума. Вторая задача – сертификация дронов и утверждение нормативно-правовой базы использования аэротакси. Третья задача – инфраструктурные вопросы эксплуатации беспилотников, в том числе выделение специальных мест взлета и посадки, а также организация функционирования объектов наземного обслуживания летательных аппаратов. Киа представила электрокроссовер EV6, который может похвастаться большим запасом хода, быстрой зарядкой и разгоном от 0 до 100 за 3,5 секунды. EV6 будет поставляться с аккумуляторными батареями двух типов – со стандартным запасом хода емкостью 58 кВт-часов и с увеличенным запасом хода емкостью 77,4 кВт-часов. Также покупатели смогут выбирать между авто задним приводом и полноприводным вариантом. Данные опции будут доступны для стандартного EV6 и GT-Line версии, тогда как GT-версия будет продаваться только с аккумулятором большей емкости и полным приводом. Наиболее выносливой версией кроссовера станет заднеприводный EV6 с увеличенным аккумулятором. Как утверждает производитель, такой автомобиль сможет проехать на одном заряде более 510 км. Самым мощным вариантом станет EV6 GT – электрокар с двумя двигателями общей мощностью 430 кВт. Он сможет разгоняться от 0 до сотки за 3,5 секунды, а максимальная скорость – 260 км в час. Электромобиль поддерживает зарядные станции на 400 и 800 В, без необходимости подключения дополнительных переходников. По данным производителя, благодаря 800-вольтной быстрой зарядке, любой EV6 можно зарядить с 10 до 80% за 18 минут. Добавить 100 км к запасу хода можно за 4,5 секунды, если речь идет о заднеприводной версии с аккумулятором на 77,4 кВт часов. Производство Kia EV6 будет происходить в Южной Корее. Модель поступит в продажу на отдельных мировых рынках, начиная со второй половины 2021 года. А предварительное бронирование уже доступно в некоторых странах. Например, в Великобритании цена базового EV6 стартует примерно с 56 тысяч долларов, а EV6 GT примерно с 80 тысяч. Поставки EV6 в Соединенном Королевстве начнутся в октябре этого года, а EV6 GT в 22-м. Первый электромобиль Volkswagen, разработанный совместно с SeikMoto и Fav и ориентированный на Китай, будет представлен только в следующем месяце. Но ключевые характеристики ID.6 стали известны сегодня. Главная особенность внедорожника на модульной платформе MIP – большой аккумуляторный блок емкости 84,8 кВт часов. Заряда батареи будет достаточно для поездок на расстояние до 588 км. Volkswagen ID.6 будет поставляться для китайского рынка в двух версиях – ID.6 Cross и ID.6 X. Официальный анонс Volkswagen ID.6 назначен на 17 апреля в рамках шанхайского автосалона. Первые поставки электромобиля запланированы на третий квартал. Исландский стартап Genki Instruments разработал смарт-кольцо Wave4Work, с помощью которого пользователи компьютеров смогут дистанционно управлять работой приложений вроде Zoom, Skype, PowerPoint, Microsoft Teams и Keynote, а также сервисов, связанных с музыкой, к примеру, Spotify. Кольцо надевается на указательный палец. Оно распознает жест поворота руки, который пользователь может закрепить за выбранной функцией. Кроме этого, на кольце имеются три кнопки под большой палец и миниатюрный дисплей в верхней части, на котором отображаются выбранные действия. В Genki Instruments не исключает, что Wave4Work сможет выполнять ряд дополнительных функций, в частности, отключать микрофон, управлять камерами во время онлайн-конференций, запускать слайд-шоу или открывать приложение. При этом пользователь кольца сможет свободно перемещаться по комнате. Wave4Work совместимо с macOS и Windows 10. Взаимодействует с компьютером на расстоянии до 10 метров. Заряда батареи хватает на 8 часов работы. Гаджет доступен в продаже по цене 99 долларов. Инженеры из технологического университета Наньяна, Сингапур, спроектировали бюджетную версию пассивного концентратора солнечного света, который отличается крайне скромными размерами в сочетании с большой эффективностью. Здесь не применяются большие зеркала, а вместо того, чтобы вращать всю конструкцию вслед за движением солнца, незначительно перемещается сам приемник концентрированного света. Решение названо идеальным для использования в плотной застройке в городской среде. Для передачи света от концентратора к излучателю в виде лампы предполагается использовать обычное оптоволокно. Это позволяет гибко проложить коммуникации, а пропускной способности волокна достаточно, чтобы передать значительное количество света. Оно собирается не линзой, а прозрачным акриловым шаром, к задней части которого и подведен проводящий кабель. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поставьте ему лайк, подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Также я жду ваши комментарии внизу под видео. Все наши полезные ресурсы вы можете найти по ссылкам в описании. Ну а я по традиции желаю вам отличного настроения, друзья, продуктивной рабочей недели. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok